Бескомпромиссная борьба Чудеса инженерии И жажда скорости, невзирая на угрозу смерти Его механик был совершенно убежден, что ему осталось только пойти и подобрать труд Бешеная гонка к финишу с участием невероятных машин, отчаянных пилотов и технических достижений Расширяющих границы безопасности и способности человека к выживанию Боже, на такой скорости я не могу позволить себе его потереть Но все пошло на берега сяк Это программа о самых быстрых в мире мотоциклах Придельная скорость Супербайки Падение 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 И снова падение На трассе жажда скорости идет рука об руку с навыкой безопасности Для лучших в мире пилотов, несущихся на скорости до 300 км в час Одно неверное движение или поломка мотоцикла может привести к катастрофе Сохранить гонщику жизнь Величайший вызов для инженеров, разрабатывающих решения Призванные свести к минимуму опасности, которую преподносит этот крайне рискованный спорт Это балет на бешеной скорости, где любая отложность чревата суровыми последствиями Для миллионов фанатичных поклонников, мотогонки не исчерпаем источник адреналина Со времен первого официального Гран-при Европы в 1906 году Этот спорт превратился в миллионную глобальную индустрию Пожалуй, самая жесткая конкуренция царит в классе супербайков Стандартных уличных мотоциклов, модифицированных для максимальной скорости и управляемости На вид эти дианы скорости обычные заводские модели Внутри, после сложнейших испытаний и нормализации, стоящие до миллиона долларов Это машины, чья мощь поражает воображение Это лучшие гонщики на лучших машинах, несущиеся с максимально невозможной скоростью И все же, в какую-то долю секунды даже лучшие мотоциклы способны выйти из-под контроля Судьба гонщика зависит от качества шин Для профессионалов вроде легендарного гонщика Бэри Шина Прочность шин — вопрос жизни и смерти Он остановился примерно в 100-120 метрах от места падения По тому времени мы все уже бежали к нему Мы ведем репортаж с гоночными кольцами от Дайтона Бича Флорида Март 1975 года Лучшие люди команды собрались на, пожалуй, самую изнурительную матогонку — Дайтона 200 Победа в Дайтоне невероятно престижна Бэри Шин — восходящая звезда британской команды Сизуки За свою блестящую 16-летнюю карьеру он выиграет два мировых чемпионских титула и 22 гран-при Но пока он еще ни разу не убеждал Дайтоне Если Бэри Шин появился в Штатах, ему наверняка приготовили какую-то особенную машину Он был международной звездой метаспорта, а Дайтона — гонка, которую хочет выиграть каждый В тот год Бэри Шин хотел выиграть по-крупному на Сизуке XR11 Супермощный мотоцикл с мотором-монстром, объемом 738 кубических сантиметров Эти машины так быстро жгут топливо, что могут разгоняться до 290 км в час На таких скоростях любая мелочь может привести к катастрофе Где-то после 200 км в час все смазывается По разнице в скорости как-то не ощущаешь Конечно, до тех пор, пока не следишь с мотоцикла Чтобы победить в Дайтоне 200, Шин должен проехать 52 круга по почти 5-километровому кольцу Но с виражами и уклоном в 36 градусов трасса в Дайтоне может быть очень опасной Дайтоне единственное в своем роде кольцо Овальная трасса с 36-ти градусным уклонами на гаражах На них буквально невозможно взойти Еще большим вызовом глашения был тот факт, что его новый мотоцикл никогда не ездил в Дайтоне По существу ему предстоял инженерный эксперимент Бэрри никогда не ездил на этом мотоцикле В Дайтоне его привезли совершенно новеньким За неделю до старта, чтобы симулировать условия гонки и выявить возможные механические проблемы Команда Сузуки арендовала кольцо для проведения критических испытаний Имея трассу в своем полном распоряжении, разогнав мотоцикл до 280 км в час Шин без проблем сделал 4 круга Затем на крутом гараже произошла катастрофа Мотоцикл вышел из-под контроля, катапультировав Бэрри шина После чего он кувыркался по асфальту еще около 130 метров Он накорнился в одну сторону, затем в другую Я подумал, боже, на такой скорости я не могу позволить себе его потерять Я боролся какое-то время, но все пошло наперекосяк В ужасе, что он мог погибнуть, Морф Райт и вся команда Сузуки бросились к неподвижному телу шина Первое, что принеслось в моей голове, он мертв Фактически его собственный механик в тот день был абсолютно убежден, что ему осталось только пойти и подобрать труп Я кувыркался и чувствовал, как с моего плеча сходит кожа Я совсем не чувствовал ног, только дикую боль в плечах Потом, когда остановился, подумал, боже, я все еще жив Я даже не потерял сознание Я попытался было двинуться, встать, но посмотрел вниз Моя нога, она торчала под прямым углом из-под другой И я передумал Кто-то спросил его, как он себя чувствует Он ответил, что у него сломано в бедро и ключица А в остальном он как новенький Почему опытный шейдер и шин внезапно потерял контроль в машине? Чтобы понять, что случилось с Сузуки Шина, мы должны знать, как гонщики входят в вираж Летящий вперед мотоцикл по закону инерции хочет двигаться в том же направлении На огромных скоростях инерция невероятно сильна Но, к счастью, когда гонщик входит в вираж, ему на помощь приходит другая сила Это центростремительная сила Сила, притягивающая мотоцикл к цену Она хочет, чтобы мотоцикл продолжал лыбиться по кругу Удерживая сцепление колес с трассой, профессионал Продюшина Может балансировать между этими двумя силами Избегая падение на самых крутых поворотах Наклоняя машину на невероятные 60 градусов Используя собственный вес в качестве балласта А колено, как передвижную подпорку Для гонщика это серьезное проверка мастерства Для шин чревато взрывом На повороте все даже центростремительная сила достигает огромной величины До предела нагружая шины Глава команды Американской мотоциклетной ассоциации Знал об этом не понаслышке Дейтона – кошмар шиномонтажника Мотоциклы становятся все быстрее По существу они едут как бы по стенкам горшка Центробежная сила вдавливает мотоцикл в трассу И на шине ложится огромная нагрузка В чем же причина падения наиболее шина? Чем с большей скоростью он проходит крутые гаражи трассы в Дейтоне Тем большая сила расплющивала его шины Затем, когда он начинал разгоняться на выходе из поворота Центробежная сила растягивала шину в длину Выходя из гаража, они попадают напрямую И окружность шины увеличивается И все же, несмотря на нагрузки, покрышки шины могли выдержать Пока резина не коснулась металла Разогнав байк до 280 км в час Берри превратил свою заднюю шину в бомбу с часовой механизмом К пятому кругу она увеличилась в размерах настолько, что задела вилку В результате лопнул протектор Мотоцикл потерял стабильность и сбросил шина Если не оставить шину место для расширения И она что-то заденет, к примеру, амортизатор Это только усугубит проблему нагрузки и их нагрева Как же решить проблему расширению шин? Выход — изменить их конструкцию На заре мотоциклетного спорта шины, подобные тем, что стояли на Сузуки XR11, имели схожий визайн Шины этого типа называют диагональными, поскольку корт каркаса соединяется с боковинами под углом Под действием давления и центробежных сил такая шина может увеличиваться в окружности Можно рассчитывать, что шина расстанется в центре на сантиметр с копейками и даже больше, то есть довольно прилично И это случилось не постепенно, а почти мгновенно на определенной скорости Чтобы решить эту проблему, конструкторы внедрили в шину дополнительную структуру Их решение — радиальные пояса из прочного нерастяженного корда Они расположены под протектором и, что важно, не касаются боковин Даже под нагрузкой протектор такой шины остается плоским и стабильным Боковины могут выключиваться, но с радиальными поясами опасное неравномерное растяжение остается под контролем Вскоре после этого они перешли на радиальные шины, которые продолжали совершенствоваться последующие 30 лет И сегодня с увеличением скоростей растет давление на шины и на технологию их производства Пока чемпионы подобной этой решении будут разгонять свои машины до предела их возможностей Инженерам предстоит продолжать изобретать колесо, чтобы предотвратить катастрофу, подобное падению шины в Дайтоне В некоторых катастрофах гонщикам приходится сражаться за жизнь с собственными брыкающимися машинами Крепко держаться на трассе очень важно, чтобы сохранить жизнь Роб Филлипс испытывал это на себе в одном из самых страшных падений в своей карьере Май 1990 года Знаменитый германский Хоккенхайм-ринг Народой чемпионат по супербайку Роб Филлипс, опытнейший гонщик, выступает за австралийскую команду Кавасаки Филлипс мечтает о титуле чемпиона мира Он знает, чтобы выиграть чемпионат, он должен победить в Хоккенхайме Для начала нужно быстро ехать, желательно, на очень хорошей машине И при этом быстро соображать В Хоккенхайме очень длинная, очень скоростная, прямая Поэтому нужно иметь стабильный мотоцикл, который очень хорошо тормозит Дородная сторона любой скоростной трассы в том, что когда-то, так или иначе, приходится сбрасывать скорость Филлипс управляет Кавасаки ZXR 750 Спортивная машина, построенная для колоссальных скоростей Этот мотоцикл был и до сих пор остается очень удачной конструкцией Очень отзывчивое шасси, очень нейтральное Когда машина появилась, ее шасси было лучшим на тот момент После старта Филлис разгоняет свой мотоцикл до головогружительных 290 км в час После 200 км в час невозможно определить, с какой скоростью ты едешь Все смазывается перед глазами Он догоняет друг лидеров На последнем кругу Филлис предпринимает дерзкую попытку отвоевать второе место Отдав газу, он идет на обгон Но его машина взбулькивает и выходит из-под контроля После отчаянной борьбы Филлис теряет контакт с мотоциклом Тем временем, с зали стремительно приближается его товарищ по команде Австралиец Майкл Кэмпбелл На такой сумасшедшей скорости у него нет времени затормозить Столкновение неминуемо Падение Филлиса было ужасным Он несколько раз ударился головой об асфальт Когда видишь подобную авару, остается только надеяться, что гонщик